Добрый вечер, дорогие коллеги. Рад вас видеть очередной раз. Я посмотрел нашу историю встреч, и первый раз мы с вами собрались в Братске для обсуждения актуальных проблем кардиологической науки и практики 15 февраля 2008 года. То есть получается, что мы в этом году 15 лет своеобразной юбилеи празднуем, встречи наших. Много лет ежегодно мы проводим конференции по коморбидным заболеваниям, и в этот раз решили совместить обсуждение кардиологических проблем и коморбидных состояний. Вот я назвал свое выступление «Кардиокоморбидное чтение». Ну а поскольку мы встречаемся в Братске, есть еще второе название нашей встречи – это «Братские встречи». И перед тем, как обсуждать уже последние достижения медицинской науки и практики, хотел бы обратить внимание на то, что мы с коллегами подготовили российские рекомендации по оценке и коррекции сердечно-сосудистых рисков при несердечных операциях. В начале мая документ был опубликован на сайте Российского кардиологического общества, и сейчас он готовится к изданию в Российском кардиологическом журнале. То есть официальное представление рекомендаций, очевидно, будет на сентябрьском ежегодном конгрессе Российского кардиологического общества. Хотел бы обратить внимание, что в отличие от многих рекомендаций, документ, который подготовлен был нашей группой, это достаточно оригинальный документ. При подготовке не читали европейские рекомендации, американские обновленные еще пока не вышли. Когда в августе прошлого года мы увидели европейские рекомендации, стали сопоставлять со своими наработками. В целом больших изменений сотрудники не внесли. И если вы сравните оба документа, вы увидите, что там многие трактовки отличаются. Моя сфера ответственности была это общий подход к ведению пациентов с заболеваниями сердца, уточнение алгоритма, ну, естественно, оценка и прогноз сердечно-судистых рисков, потому что я много лет работаю в этой области, и вот в этом году было уже четвертое издание книги о прогнозировании шкалы. И, кроме того, два раздела по коморбидности, касающихся психосоматических аспектов и респираторных болезней. Кроме того, завершена большая работа по подготовке девятого издания «Аритмия сердца». Прошлое, вы помните, вышло в 2020 году, восьмое издание. За это время, конечно, накопилось большое число новых исследований, подходов, изменилась тактика ведения, вышли новые рекомендации. Кроме того, и собственный опыт значительно стал больше, и много там своих примеров приведено. Также есть примеры и коллег, случай, который наблюдал Алексей Владимирович Дудник. Сюда включена кардиограмма и описание ситуации с гиперкалиемией, которую ваш коллега Сергей Дашанимаевич представлял на прошлой встрече. Кроме того, мы с коллегами фактически закончили работу по подготовке 12-го издания популярных клинических рекомендаций по кардиологико-морбидным болезням. И надеемся, что в этом году издательство «Гетар Медиа», наше лучшее медицинское издательство, с которым я много лет уже сотрудничаю, издаст эту популярную книгу для практикующих врачей. Я привел здесь эпидемиологию смертности в Соединенных Штатах Америки. Здесь очевидно, что были, есть и в обозримом будущем будут ведущие причины смерти болезни сердца, то есть те болезни, с которыми мы с вами работаем. Дальше идет рак. На третьем месте ковид. Тене столбики – это 2020 год, зеленые столбики – это 2021 год. В этом году и в следующем, конечно, доля ковида будет заметно меньше. Дальше идут травмы, инсульты, хронические респираторные болезни, болезнь Альцгеймера, диабеты, осложнения, болезни печени, цирроз и болезни почек. Когда мы говорим о коморбидности, то очень важно и полезно структурировать информацию. Мне показалось разумным представить коморбидность в виде такого треугольника. То есть среди коморбидных факторов следуют отметить соматические факторы болезни, психические факторы. И из них выбираются еще факторы высокого риска. Вот на примере коронарной болезни здесь вы видите. Конечно, это не все факторы, потому что влиять на заболевание может огромное число разных факторов, в состоянии феноменов, например, экономическое состояние, социальное статус, загрязнение, шум, погода, солнечная активность и так далее. Ну и начнем мы с вами обсуждать и в большей степени будем обсуждать коронарную болезнь. Почему? Потому что, во-первых, это основная причина смерти и основное заболевание, с которым работает кардиолог. Когда мы говорим о диагностике, очень важно использовать современные наработки в ведении этих пациентов. И вы знаете, мы с вами уже неоднократно говорили, что целесообразно при подозрении на коронарную болезнь ранжировать прогноз вероятность обструктивной коронарной болезни. Либо при помощи таблиц, либо при помощи шкал специальных. И в зависимости от этого уже выстраивается тактика ведения. Например, при низкой вероятности мы не должны дополнительно какие-то диагностические тесты использовать. При высокой, особенно при выраженных симптомах, к стенокардии низкой нагрузки, коронарной дисфункции левого желудочка. Речь идет, конечно, о инвазивной визуализации коронарных артерий. А большая группа промежуточных состояний требует дополнительного уточнения с помощью либо визуальных стресс-тестов, либо при помощи КТ-ангиографии. Следует отметить, что в реальной практике врачи не всегда придерживаются рекомендованных оптимальных методов диагностики и лечения. Вот здесь вам пример 73 центров из 24 европейских стран. И вы видите, что в зависимости от претестовой вероятности наличия дисфункции левого желудочка, выбор тестов диагностических далеко не оптимальный. Самая сложная часть пациентов – это пациенты с промежуточной вероятностью. То есть, когда мы не очень уверены, есть ли там все-таки коронарная болезнь, нет ли там обструктивной коронарной болезни. И для этого нам необходимы дополнительные тесты. Обычно выбирается либо КТ-ангиография амбулаторно, либо визуальный стресс-тест, который заметно превосходит ЭКГ-стресс-тест. И сравнительные исследования в целом показали близкие диагностические уровни этих тестов. Вместе с тем, во многих исследованиях подчеркивается, что в каких-то ситуациях небольшое преимущество имеет КТ-ангиография. Тем более, что нагрузочный тест, если он проводится при помощи велоэргометра или бегущей дорожки, требует определенных функциональных возможностей у пациента. А вот фармакологические стресс-тесты у нас развиты не очень широко. Вместе с тем, любой тест имеет свои ограничения. Кроме того, существуют проблемы, связанные с возможностями той или иной диагностической лаборатории. Для примера, вот вам пациент, которого я консультировал, 60 лет. И там мы решали задачу подтверждения коронарной болезни. Хотя было рекомендовано сделать в диагностическом центре, там, где аппарат позволяет сделать 640 срезов, тем не менее, пациент решил сделать тест в другом центре. Здесь вы видите заключение. Это стонусогибающая артерия до 50% и около 25%. И более передней нисходящей, правой коронарной артерии. Когда же проверили этот тест при помощи инвазивной ангиографии, выяснилось, что стонозов в коронарном русле вообще выявлено не было. Поэтому, безусловно, нужно знать возможности того или иного диагностического центра. Внутри кардиологического сообщества, безусловно, эти центры ранжируются, анжируются по точности, по степени доверия со стороны кардиологов. Ну и вы в каждом городе знаете, куда предпочтительнее направить пациента, когда речь идет о той или иной проблеме. Поскольку широко стали использовать неинвазивные методы оценки коронарного атеросклероза, то мы стали нередко выявлять бессимптомные обляжки. И возникает вопрос, а нужно ли их лечить так же интенсивно, как и классическую коронарную симптомную болезнь. И в первую очередь нужно понимать, а каков прогноз. И вот это большое датское исследование, почти 10 тысяч пациентов о симптомных в возрасте старше 40 лет. И им была выполнена коронарная КТ-ангиография. Из них 10% было с обструктивной болезнью, 36% не обструктивной, ну и больше половины атеросклероза выявлен не было. И когда их понаблюдали в течение более 8 лет, то очевидно выяснилось, что только обструктивная болезнь, то есть там, где бляшка занимает более половины процента коронарной артерии, заметно почти 8 раз повышает риск инфаркта миокарда. Это значит, что у этих пациентов требуется более активная, агрессивная, профилактическая работа, связанная с контролем факторов риска, назначение препаратов, уже предупреждающих инфаркт миокарда. Что касается ишемии миокарда, либо в форме стенокардии, либо в форме нарушения накопления радиофарм препарата, либо нарушения сократимости миокарда, то она на прогноз не влияет. То есть асимптомная бляшка и симптомная бляшка в принципе дают близкий прогноз. Это очень важно учитывать при выборе тактики лечения, потому что нередко интуитивно врачи считают, что если симптомы есть, значит, это более опасное, более тяжелое заболевание, и этих пациентов нужно лечить более активно. А бессимптомных пациентов наблюдать не сильно, вмешиваясь в факторы риска и замедляя прогрессирование атеросклероза. Этот тест полезный очень. Это коронарный кальциноз, который оценивается при помощи обычной компьютерной томографии, но он может помочь весьма сильно, когда мы принимаем решение о том, есть ли у него коронарный атеросклероз, нет ли коронарного атеросклероза. И я нередко использую его в своей практике. Более того, коронарный кальциноз заметно повышает точность прогноза, когда вы используете другие тесты, в частности, например, при тестовой вероятности по таблицам или шкалам каким-либо. Проводить ли широкий скрининг атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний? Здесь ситуация сложная. Почему? Потому что широкий скрининг, во-первых, это дорого, раз. Во-вторых, есть сложно-положительные тесты. В-третьих, выявление заболевания не всегда означает, что мы можем улучшить прогнозы течения этой болезни. Ну вот, когда стали сравнивать эффективность скрининга сердечно-сосудистых заболеваний и рака, то оказалось, что она близка. Но следует учитывать, что в разных группах стоимость эффективной скрининга может существенно различаться. Ну, как при раке, допустим. Известно, что неплохо можно выявлять раки при скрининге колоректальной области. Менее эффективен скрининг, например, при раке простаты и при раке легком. И еще менее эффективен при раке желудка, в частности, или раке щитовидной железы. Поэтому очень важно выявлять группу пациентов, для которой определяется частота скрининга, ресурсы, которые мы выделяем для выявления теросклероза. Ну и ревоскулиризация. Куда же без нее? Здесь представлены данные длительного исследования эскемии XTEN. Здесь вы видите то же, что мы обсуждали при анализе данных самого исследования эскемии. Различий в общей смертности при инвазивном и консервативном лечении коронарной болезни выявлено не было. И хотя чуть выше была смертность от сердечно-сутических заболеваний при медикаментозном лечении, но ниже была смертность от других причин. И в целом выигрыша по выживаемости найдено не было. Поэтому следует подумать, стоит или не стоит направлять пациента на коронарную географию и стентировать его. Речь, конечно, не идет о пациентах с тяжелой рефракторной лечением стенокардии или пациентах с низкой фракцией выброса. Речь идет о большой группе других пациентов, менее тяжелых и с лучшим прогнозом. А что касается современных тенденций, то они очевидны. Зона коронарного шунтирования постепенно сужается, и эти пациенты чаще и чаще направляются на стентирование. Особенно у пожилых и более тяжелых пациентов такая тенденция более очевидна. Что касается голометаллических стентов, это уже большая редкость даже в России. Ну и вот по данным американским, в 2019 году их доля не превышала 4%. И в первую очередь это были пожилые пациенты с высоким риском кровотечения. Проблемой остается оптимальная тактика лечения рестеноза. Стенд поставили, а там опять у нас формируется абсцент. Ну вот сравнили две тактики. Стенд, выделяющий лекарства, и покрытый лекарством баллон без стенда. Выяснилось, что прогноз примерно одинаков. Когда мы говорим о стентировании, то, конечно, очень важный вопрос, как долго давать двойную антиагрегантную терапию. Здесь я обращаю еще раз внимание на последнюю схему введения, которая говорит о том, что чаще всего при близких рисках ишемии и кровотечения все-таки следует ограничиться трехмесячным курсом двойной антиагрегантной терапии, ну вот в частности аспиринстикогрилором, и дальше оставить, если же речь идет о высоком риске тромботических событий, ну например, да, там неоднократный инфаркт миокардово-намны, выраженные тяжелые факторы риска и так далее, то тогда, конечно, двойная антиагрегантная терапия может продолжаться год, и даже более это будет выгодно. Если же речь идет о высоком риске кровотечения, то здесь, конечно, следует максимально сократить время двойной антиагрегантной терапии, даже до одного месяца, иногда до двух недель, и в качестве второго антиагреганта к аспирину добавить более мягкий, менее активный клопидогрилл, ну и дальше оставить клопидогрилл или реже аспирин. Таких исследований было достаточно много, вот одно из них, которое показывало, что на фоне стента покрытого лекарством эффективность короткой двойной антиагрегантной терапии была сравнима со стандартной годовой. И даже если мы обсуждаем ситуацию сложного черезкожного коронарного вмешательства, а что это такое, когда три сосуда, три более стентов, бифуркация с двумя стентами, когда общая длина стентов превышает 6 сантиметров, хроническая тальная окклюзия и так далее. Но даже в этих ситуациях сокращение двойной антиагрегантной терапии до одного-трех месяцев также было оптимальным, потому что частота ишемических событий не увеличилась, а вот частота кровотечений снижалась, и такая стратегия была более выгодной. Ну и последние исследования говорят о том, что возможно, что длительное лечение не аспирином, а препаратами другого механизма действия, ну в частности речь идет о клопидогрилле, более предпочтительно для рисков после стентирования. Коморбидность. Ну, мы говорили, что фактор риска – это тоже коморбидность. Физическая нагрузка. Крайне важная вещь, и вы знаете, пока у нас нельзя сказать, что население сильно привержено к физическим нагрузкам. Я могу судить и по своему опыту, я вот через день бегаю, у нас там рядом лес, холмы, горы, и у меня там 5-километровая дистанция, я ее пробегаю, и я не вижу, чтобы прибавлялось число людей, которые там бегают. Там есть небольшая часть, которая вот регулярно встречается на пробежке. А в основном гуляют по лесу, там беседуют, там собачек ведут и так далее. Но это, естественно, никакой ролик профилактики не имеет. И очень важно, что чем раньше начинаются физические нагрузки, тем выше эффективность предупреждения сердечно-сосудистых событий и смертности. Если брать очень высокие физические нагрузки, ну, вы знаете, есть такие фанатики, которым там не 5 километров надо пробирать ежедневно, да, а обязательно там 30-40, то вот исследование данное показывает, что очень высокая нагрузка не только не уменьшает коронарный кальцинос, а даже парадоксально его увеличивает. Но все нужно в меру делать, да. Ну, это стандартная рекомендация, что если мы ограничиваем соль, то это позитивно влияет на сердечно-сосудистые риски, и не только гипертонию, и сердечную недостаточность. При измерении артериального давления, конечно, мы не должны полагаться на офисное давление, потому что оно часто выше, чем измеренное дома и при судочном мониторировании. Но если сравнивать все варианты измерения артериального давления, то, конечно, более надежное суточное измерение артериального давления. То есть именно оценки при суточном давлении более тесно коррелировали с прогнозом смертности и от смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, чем вот измеренное в офисе. Ну и вот эта вот проблема, которую мы уже обсуждали неоднократно, это называемый парадокс ожирения, то есть пациенты с избыточной массой тела, особенно с ожирением, они почему-то имеют более низкие риски инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых событий. Причем этот феномен регистрируется в разных исследованиях много лет. Его критикуют, считая, что это неистинное влияние ожирения, это какой-то такой статистический феномен, но он с удивительным постоянством во многих исследованиях повторяет. О чем это говорит? Это говорит только о том, что сам индикатор ожирения, индекс массы тела, недостаточно корректен. И если мы берем другие индикаторы, ну вот в данном случае отношения талия к росту, то вы видите, что здесь как раз динамика закономерная. Чем выше отношение талия к росту, тем, естественно, выше сердечно-сосудистые риски и смертность. Ну и считается, что если вот это отношение больше, чем 0,5, то заметно возрастает сердечно-сосудистые риски. И, конечно, вот этот индикатор более корректный и более точный в оценке прогнозов. Ну и, соответственно, поскольку кардиоэксперт является самым популярным инструментом кардиолога в России, да и во многих странах он широко используется, то мы не могли не пройти мимо таких исследований. Вот в последних версиях появился как раз вот этот талия рост, который позволяет более точно оценить сердечно-сосудистые риски. Ну вот здесь вы видите тоже картина, которая подтверждает, да, что отношение окружности талии к росту лучше предсказать смертность, чем индекс массы. Имейте это в виду. Что касается диеты, то исследования подтверждают, да, то, что является фактически обязательным в нашей кардиологической практике при введении пациентов с коронарной болезнью, да, что средиземноморская диета является, пожалуй, самой оптимальной для введения. Очень важно понимать, что вклад модифицированных факторов риск в развитии отраслиженных заболеваний выше, а профилактика эффективнее у молодых людей. То есть целесообразно начинать профилактику раньше. Тогда она более эффективна. Ну это очевидно, да, то есть если мы раньше начинаем, то естественно, что нагрузка факторов риска будет меньше. Естественно, прогноз будет лучше. Но задумываются ли молодые о профилактике? В большинстве случаев, конечно, нету, и только когда подходит там 50-60 лет, когда уже появляются признаки серьезных заболеваний у них или у близких родственников, тогда они начинают думать, что не пора ли взяться нам за здоровье. Конечно, мы понимаем, да, что основной причиной коронарной болезни является коронарный атеросклероз, и основная терапия – это терапия статины. Но приверженность оставляет желать лучшего. Вот это стойкое предубеждение в отношении применения статинов, особенно связанное с гепатотоксичностью, оно препятствует широкому внедрению активной терапии, и лепит снижающей. К сожалению, это разделяется мнением некоторыми врачами. Соответственно, эти люди используют разные другие альтернативные подходы, но вот в данном исследовании попробовали сравнить малую дозу розового статины, 5 мг, ну и вот разные варианты лечения дислепидемии, гиперхолестеринами, такими народными средствами, натуральными, природными факторами, чеснок, рыбий жир, красный рис и так далее. Ну и очевидно здесь, конечно, что розового статин вчистую выиграл у всех природных, натуральных продуктов. Но проблема переносимости и эффективности высоких дозу статинов, она остается. И, конечно, в последнее время все больше склоняются специалисты к тому, что лучше назначить статины умеренной дозировки с изитимибом, чем высокие дозы, если у нас есть какие-то проблемы, связанные с переносимостью, рисками или даже опасениями пациенту. Ну вот здесь, допустим, было показано, что эффективность такой терапии была сопоставима с терапией высокими дозами статинов, но ниже была частота отмены препаратов. И реже пациенты отказывались вследствие непереносимости препаратов. Это очень важная позиция. И, конечно, когда мы говорим о тяжелых формах, то, конечно, мы стремимся к низким уровням холестерина или продать низкую плотность. И всегда существуют опасения, в том числе со стороны здравого смысла, что, в принципе, холестерин нужен для организма, для синтеза гормонов. А если мы блокируем его синтез в печени, то это вполне вероятно может привести к каким-то негативным последствиям. Однако влияние статинов на один фермент, а не на всю систему синтеза холестерина, оказывается, не так уж и опасно. По крайней мере, исследование длительного наблюдения за пациентами, у которых уровень холестерина был очень низкий, показало, что в целом каких-то уж прямо серьезных проблем очень низкий уровень холестерина не доставляет. А сердечно-сосудистые риски снижаются, что важно. Ну и переходим к аморбидным соматическим болезням. И как раз вот поговорим о болезнях печени. Важно понимать, что назначение статинов больных с хроническими болезнями печени, выраженными, включая цирроз печени, ассоциировалось со значительным снижением серосудистых рисков и смертности. То есть статины работают у этих пациентов, и более того, они, так же как у пациентов без заболеваний печени, снижают риск. И что самое интересное, статины за счет, наверное, противовоспалительного снижают еще и печеночные риски. Ну, например, в данном наблюдательном исследовании статины снизили риск тяжелой, острой печеночной недостаточности у пациентов с циррозом печени. И если вы, допустим, почитаете рекомендации по лечению пациентов с циррозом печени, то вы там увидите статины, которые там оцениваются как препараты с возможным гепатопротекторным эффектом. А у нас что происходит? Чуть-чуть трансаминазы повысились, почему-то появилась боль в правом подреберье, и все, сразу статины отменяем, потому что они опасны, и они могут разрушить печень пациента. Более того, в данном исследовании, и это не единственное, кстати, исследование, было показано, что у пациентов с вирусным гепатитом даже снижается риск гепатоцеллюлярный карцином. Это не рандомизировано, исследовано, но тем не менее. Конечно, когда речь идет о пациентах с кровотечениями желудочно-кишечными и высоким риском, то нередко проводится эрадикация легковактора эпилоли. Но следует учитывать, что эффект его не очень долгий, то есть 2-3 года даже меньше. Поэтому сильно полагаться на эрадикацию в плане профилактики язв и кровотечений вряд ли следует. И еще на один момент я хотел бы обратить внимание, что ингибиторы протонной помпы это отнюдь небезопасный препарат. В частности, выключение кислотного барьера, желудочного, оно ведь повышает риск инфицирования. Например, известно, что прием ингибиторов протонной помпы ассоциируется с повышением риска пневмонии или инфекции кластридиальной. Поэтому тут нужно очень-очень осторожно относиться и только по очень серьезным основаниям назначать на длительное время ингибиторы протона. И когда мы говорим о функции почек, долгое время старались научить врачей пользоваться и формулой СКД-Эпи, и ранжировать хроническую болезнь почек по стадиям, и в зависимости от этого выбирать тактику ведения. В целом, конечно, здесь прогресс очевиден, но время не стоит на месте. И вот эта формула СКД-Эпи, она оказывается далеко не самая лучшая. Потому что вот посмотрите соотношение разных расчетных формул скорости клубочковой фильтрации и истинной клубочковой фильтрации, измеренной уже при помощи агентов типа там инулина. И что мы здесь видим, да? Что вот формула СКД-Эпи и девятого года, и несколько худшая формула 2021 года. А худшая почему? Потому что в силу политических причин там решили убрать раз. Ну, потому что в Америке борются за равенство всех рас, и они стараются убрать расовую дискриминацию отовсюду, из медицины в том числе. Даже ценой того, что формула СКД работает хуже немножко. Но поскольку они определяют политику, соответственно, и весь мир тоже переходит на формулу без расы. Но там остается другая проблема. Явное несоответствие между расчетной и истинной клубочковой фильтрации. В молодых видите, какое различие. И здесь, безусловно, выигрывает вот эта европейская формула. Причем валидизирующие исследования уже не одно было проведено. И оно, очевидно, показывает, что эта формула точнее. Все-таки оценивает, особенно у молодых, скорость клубочковой фильтрации. Поэтому не случайно мы в кардиоэксперт уже включили эту последнюю формулу. И я стараюсь уже использовать ее при ведении пациента. Ну и, безусловно, мы понимаем, что паглифлозин, да, паглифлозин, которые широко используются у нас при сердечной достаточности с любой фракцией выброса, они еще и обладают хорошим нефропротективным эффектом. И более того, у пациентов с хронической болезнью почек они еще могут снизить риски сердечно-сосудистых событий. Вот эта тема тоже давно обсуждается. Это влияние алкоголя на разные заболевания, в том числе на атеросклероз. И вроде считается, что малые дозы могут даже немножко уменьшить рост бляшки и позитивно повлиять на течение инфарктов, миокарда, инсультов и так далее. Вместе с тем, вот это последнее исследование вызвало большие дискуссии. Алкоголь известна фактор риска ряда рада. Но выяснилось, что и малые дозы алкоголя, ну вот в данном случае до 20 грамм в сутки или до 2-х дринков в сутки. Тоже может вызвать, пусть и немного, но рак. Поэтому сейчас еще раз уточняется, проверяется информация. И в целом, наверное, до получения подтверждения или опровержения следует более сдержанно относиться к рекомендациям принимать малые дозы алкоголя для профилактики атеросклеротических заболеваний. Острые коронарные синдромы. Понятно, что в последние годы, вследствие ревоскуляризации, более агрессивной противотромботической терапии, эффективность лечения улучшилась заметно. Ну вот здесь вы видите данные датского исследования. Ну почему датского? Потому что в Дании очень сильная школа, пожалуй, что ведущая в мире школа по эпидемиологии. У них эпидемиологические исследования на очень высоком уровне. И там все население оцифровано, и там автоматически просчитываются многие эпидемиологические показатели. Ну здесь вы видите, что пятилетний риск, допустим, смерти 12,5, кровотечение 2,7, рецидив инфаркта 5,5, там ишемическое инсульство 2,4, сердечная ценность 2,4%. То есть достаточно благоприятно течет коронарная болезнь. В европейской популяции низкого риска, которой проводится хорошо профилактика, лечение заболеваний. И это не всегда, конечно, эти цифры надо переносить на другие страны, менее развитые, менее экономические, благополучные, с менее совершенной медицинской системой. Вот когда мы говорим о том, что инфаркт миокарда бывает разного механизма, да, в целом мы должны понимать, что речь идет, по сути-то, об инфаркте миокарда с коморбидностью, потому что первый тип, да, это бляшка разорвалась и тромб сформировался, а остальные, это в основном-то инфаркт миокарда с коморбидностью, да. И когда посмотрели прогноз, выяснилось, что инфаркт миокарда второго типа это более тяжелый, конечно, инфаркт миокарда. Он чаще вызывает смертность и осложнение чаще вызывает, и к нему нужно относиться очень осторожно. Если мы смотрим по частоте, то здесь вы видите, что среди инфаркта миокарда второго типа доминирует инфаркт миокарда с тахиаритмией, и сколько мы диагностировали пациентов с инфарктом миокарда обусловленной тахиаритмией. Вот большой вопрос. Пока, конечно, тропонины не берутся, и диагноз не ставится, и, в общем, пока вот в реальной практике это самая частая форма инфаркта миокарда второго типа, она практически отсутствует у нас. А на втором месте вы видите гипоксимия, да? Ну, например, обострение Хоббл и так далее. Ну и сколько у нас инфарктов миокарда у пациентов с обострениями Хоббл было выставлено? Ну вот о чем вопрос. О санемии, о сгипотензии, да? То есть речь идет о том, что мы явно недодиагностируем инфаркты миокарда второго типа, хотя прогноз у них хуже, чем у инфарктов миокарда первого типа. Видите? Почти в два раза смертность выше. А мы диагноз не можем поставить. Вот интересный вопрос. Есть ли инфаркт миокарда без подъема СТ, да? Без факторов риска, ну, то есть нормальное давление, липиды, и там без диабета, без курения, бегает много и так далее. Прогноз какой у него будет? Лучше или хуже, чем у пациента с инфарктом миокарда с факторами риска? Вот парадоксально, но прогноз будет хуже. Чем объяснить такой феномен? Ну, в том числе и тем, что пациенты реже получают рекомендованное лечение. Когда мы говорим о коронарной болезни, об инфаркте, мы обычно говорим о том, что бляшка разорвалась, там тромб сформировался. Но прогноз определяется не только этим, не только степенью обструкции коронарного русла. Прогноз определяется еще и выраженностью коллатерального кровотока. И здесь вы видите, да, что коллатерали от инфаркта миокарда виновных артерий гистальной окклюзии, они улучшают прогноз. Ну, очевидно, да, подъем СТ выраженный в нижней стенке и в боковой, да, в 5-6. То есть мужчина, 58 лет, 7 дней у него одышка, сердцебиение, боли в груди, кстати говоря. Давление низковатое, это хикардия, повышен тропонин и натриоуретический пептик. Какой здесь диагноз? А почему острый коронарный синдром? Вот что противоречит диагнозу острого коронарного синдрома? Да, длительность, конечно. То есть у нас картина-то острого, да, инфаркта. Видите, подъем сегмента СТ даже КУ-то еще и сильно не сформировался. А он 7 дней болеет. А здесь-то речь идет о часах фактически. Стали обследовать, инфильтрация сердца, раком, пищеводом. А вот это часто встречающаяся ситуация, да. Ну вот что здесь мы видим? 47 лет мужчина, боль в груди, одышка последние сутки. Боль усилилась последние 2 часа, тропонин высокий. Депрессия сегмент СТ, очевидно, да, В2, В3, ну, немного В4. Ну, острый коронарный синдром, инфаркт миокарда. Какой? Подъем или без подъема сегмент СТ? Без подъема. Хотя вот смотрите, в третьем, да, вы правильно заметили, в третьем небольшой подъем. Ну вот здесь мнения кардиологов разделились, да. То есть часть считает с подъемом, часть считает без подъема сегмента. Вот еще один случай, да, вот здесь выражена депрессия в право-грудных отведениях, вплоть до, там, В4. Но вот здесь такого подъема не видно, да, в третьем отведении. Это какой инфаркт миокарда? С подъема или без подъема? Без подъема. Здесь вроде без подъема, да. А при ангиографии что мы видим? Полная окклюзия огибающей артерии. Ну, вот здесь уже восстановлен коронарный кровоток. О чем говорят эти случаи? Что среди пациентов с острым коронарным синдромом высокого риска, если мы видим депрессию СТ максимально В1,4, то высока вероятность окклюзивного инфаркта миокарда. А раз высока вероятность окклюзивного инфаркта миокарда, то нам нужно восстанавливать коронарный кровоток быстрее с помощью ревоскулиризации, ну, или тромболизиса хотя бы. И у этих пациентов, посмотрите, очень часто пропускается почти половина окклюзивного инфаркта миокарда. И исследователи делают следующий вывод, что депрессия СТ максимально В1,4 при остром коронарном синдроме должна рассматриваться как окклюзивный инфаркт миокарда до тех пор, пока не будет доказана обратная. То есть их надо быстро вести, проводить ангиографию, и при наличии окклюзии восстанавливать коронарный кровоток. А если вести долго, то, естественно, проводится тромболизис, и везем, и потом проводим ревоскулиризацию. Безусловно, острый коронарный синдром опасен на любой своей стадии. На догоспитальной, потому что значительная часть их умирает еще до госпитализации, до приезда скорой помощи. Сам период госпитальный тоже сопровождается достаточно высокой госпитальной смертностью. В разных больницах она несколько отличается, но в целом она где-то в районе 10-15%. Где-то выше, где-то ниже у нас. Но и после выписки тоже сохраняется, особенно в течение года, заметно повышенный риск повторных всероссудистых событий и смерти. Поэтому к ним нужно относиться очень-очень внимательно. И, конечно, необходимо оценить прогноз. И если раньше мы использовали шкалу Грейс, которая имела свои слабости, ну, например, она занижала госпитальную смертность у женщин с ОКС без подъема СТ. А вот Грейс, которая использует те же признаки, но лучше калиброванные, у которых весовые значения более оптимальны, она лучше работает у мужчин и женщин, что очень важно в современной политической жизни, снижает гендерное неравенство в стратификации риска. Ну, вот так формулируют исследователи важность этой шкалы. Хотя тут возникают разные вопросы. Да, вот, может быть, надо посмотреть у той категории, которая постепенно растет у нас в зарубежных странах, которые не мужчины, не женщины, или которые были мужчинами, стали женщинами, или которые были женщинами, стали мужчинами, наоборот. То есть здесь, конечно, большое поле исследования еще для наших зарубежных коллег, в первую очередь, потому что у нас все-таки страна придерживается более традиционных подходов в этом гендерном аспекте. Если речь идет о необструктивном инфаркте миокарда, то за ним скрывается. В большинстве случаев, как показано в данном исследовании, вазоспазм. Это очень важно понимать. Доказать это крайне сложно. Но если исходить из имеющихся исследований и вероятности этого механизма, то, безусловно, это можно учитывать при выборе тактики лечения. Если у пациента, например, вазоспастический инфаркт миокарда, то какие препараты являются предпочтительными у этих пациентов? Ну да, антагонисты кальция, дегидроперидиновые, например. А отнюдь не бета-блокаторы, а бета-блокаторы, вы помните, да, они вообще-то обладают вазоспастическим эффектом. Кстати, и аспирин тоже может вызвать вазоспазм. Тропонины. Сколько мы обсуждаем тропонины, а вазослины не там. То есть, ну вот это вот современная схема диагностики инфаркта миокарда в зависимости от исходного уровня и изменения уровня тропонина через час. Есть варианты через 2 часа, есть варианты через 3 часа, но в целом алгоритм примерно такой. Как мы придерживаемся этого алгоритма? Ну вот, это проблема. Но есть еще и вот новые данные, и мне бы хотелось с вами поделиться ими. Чем раньше, тем быстрее мы подтвердим или опровергиваем инфаркт миокарда, тем меньше пациентов госпитализируется. То есть, ненужная госпитализация, естественно, это больше экономия. Ну и пациенты, конечно, не любят лежать в наших стационарах, они отнюдь не такие уж прямо комфортные. Тем более, что там вот можно инфекцию подхватить, другие проблемы получить. Попробовали использовать экспресс-тесты на высокочастоту тропонина в сложном отделе. То есть, не количественный экспресс-тест. И выяснилось, что определение тропонина у пациентов с низким риском значительно снижает затраты. А частота сервисутических заболеваний была сопоставимой при обычном подходе и при использовании вот этого экспресс-теста. Современные экспресс-тесты позволяют достаточно надежно исключить инфаркт миокарда, если пациент низкого риска. Проблема референтного уровня, она непростая. Мы хорошо знаем, что для тропонина Ки компания Ля Рош, которая обладает патентным правом, она установила границу исследования, проведенное подтверждает это, 14 нанограмм на литр. Это очень сильно зависит от пола и возраста. Но вот приведены данные больших исследований американских. И здесь вы видите, что референтный уровень тропонина, вот это вот, видите, распределение у здоровых лиц, то есть без всяких коронарных событий, заболеваний миокарда. Верхняя граница до 40 лет, она где-то в районе 6 нанограмм на литр. А у пожилых 60+, она составляет 14, даже выше. У мужчин, соответственно, верхняя граница выше, несомненно. Для молодых она может составлять 14 нанограмм на литр. А вот у пациентов 60+, она, видите, уже где-то 2 целыш. И, конечно, если мы хотим более точно оценивать повреждения миокарда и инфаркты миокарда, то, конечно, мы должны учитывать вот это варьирование порогового уровня в зависимости от пола и возраста. Ну, пока мы еще и первый-то этап в полном объеме не реализовали, а этот более совершенное понимание точности тропониновых тестов, конечно, реализовать в ныне сложно, но, тем не менее, я бы хотел обратить внимание, что такая информация есть, и в ряде случаев она позволит вам более оптимально принять решение, исключить, может, ненужные инфаркты миокарда, маловероятные, или, наоборот, подтвердить там, где, казалось бы, тест нормальный. Очень интересные исследования прошли по оценке динамики тропонина. Ну, допустим, даже если мы берем 2 раза, то есть он может быть исходно низкий, потом быть высоким, он может быть высоким, потом низким, снижающийся, он может быть стабильным и так далее. Вот вопрос, какой прогноз хуже, у снижающегося тропонина или у повышающегося? Конечно, ну, вот с точки зрения здравого смысла хуже у повышающегося тропонина, исследования в этом подтверждают. Ну, вот это то же самое, да? То есть, если тропонин растет, прогноз у пациента хуже. Мы говорим, да, что современные тропонины, они кардиоспецифичны, но не совсем это так. Исследования, которые раньше проводились, и вот это исследование подтверждает, что при изначально поражении мышцы тропонин K повышается. А вот I нет. У этих пациентов, по всей видимости, очевидно, нужно выбирать тропонин. И даже если у нас нет возможности провести тропонин в динамике, да, там, через час хотя бы, то если у нас ситуация низкого риска и низкий однократный тропонин, то можно достаточно надежно исключить инфаркт миокарда. У стариков проблема, потому что точность тестов ниже, доля инфарктов миокарда второго типа и без подъема СТ выше. Референтные уровни, вы помните, они возрастают, поэтому здесь увеличивается роль индивидуальных подходов, да, и индивидуальных клинических решений, нестандартизированных решений, да. Конечно, мы еще раз обращаем внимание на необходимость внедрения вот этого 0,1-часового алгоритма европейского. Он почти везде за рубежом внедрен и широко используется, но в России это пока далеко не так. Но вот у пациентов с известной коронарной болезнью эффективность его ниже. Понятно, да, чем выше риск пациента, тем менее точно можно прогнозировать вот по одному тесту неблагоприятные сердесудистые события. И, конечно, мы с вами это уже обсуждали, что, как ни парадоксально, но внедрение высокочисленных тропонина не снизило смертность. У пациентов с амфомиокардой вся прогноз-то существенно не улучшило. Но, тем не менее, оно может уменьшить пребывание в стационаре, привести к экономии средств, меньше проводить инвазивную ангиографию, что очень важно у пациентов низкого риска. Лечение. Парадокс риск лечения. Чем выше риск, тем менее эффективное и точное лечение назначается. Почему? Во многом благодаря, например, проблеме коморбидности той же. То есть наличие сопутствующих заболеваний увеличивает опасения врача и, соответственно, реже назначается адекватная доза и число необходимых препаратов. Фонтанная тромболизия существует практически в 20%. У пациентов с инфарктом миокардосподъема СТ наблюдается. То есть организм тоже борет. Ну вот какова ситуация с коронарными вмешательствами в развитых странах. Здесь вы видите, что она существенно варьирует. При инфаркте миокардосподъема СТ 37% в Англии и 79% в Канаде. Смертность в течение года 19% Нидерландов до 32% на Тайване. Средняя продолжность пребывания в США в Нидерландах 5 суток, Тайвань 8 суток. Ну и 30-дневная регоспитализация тоже ниже в США и Тайване, и выше в Англии. Ну там разная система здравоохранения. Наверное, поэтому. Вот это очень важный вопрос. Пациент с инфарктом миокардосподъема СТ. Если предполагается, что задержка будет, есть ли смысл вводить тромболезис? Конечно, есть. То есть тогда мы выигрываем. Ну в данном случае по смертности даже. А вот у пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента СТ целесообразность максимально быстрой ревоскулиризации не так очевидна. Ну то есть ключевые исходы не сильно различаются при этом. Если, например, пациент с инфарктом миокарда, там с подъемом сегмента СТ, и мы увидим окклюзию, и в то же время увидим атеросклероз выражен в других коронарных сосудах, целесообразно, открыв коронарную артерию окклюзированную, еще провести ревоскулиризацию других артерий или нет? Да, основная часть исследований подтверждает, что, конечно, лучше бы провести многососудистую ревоскулиризацию, тогда прогноз улучшается. То же самое касается и пациентов с шоком. Растет доля использования более активных, агрессивных, и тикагрилора, и просугрилов. И также растет частота эскалации. Ну то есть речь идет о чем, что на короткий период, там на месяц-три назначается активный, дорогой антиагрегант, и потом он меняется на менее активный и более приемлемый по цене. С тикагрилор уходим на клапидагрил. Что касается двух вот этих антиагрегантов, то в ряде исследований было показано, что просугрил более эффективен, чем тикагрилор. Поэтому следует внимательно отнестись к этому препарату, особенно после коронарного вмешательства, а не только всем назначать именно тикагрилор. Вот это деэскалация, о чем мы с вами говорили. Достаточно безопасно можно это сделать, и при этом снижается риск кровотечения. И мы говорили уже при стентировании хронических форм коронарной болезни, и речь также идет о ревоскулиризации пациентов с острыми коронарными синдромами. Также сокращение сроков двойной антиагрегантной терапии не ухудшает прогноз тромботических событий и в то же время снижает риск кровотечения. Сексуальная активность – это очень важный момент. В целом нередко и пациенты опасаются их близкие, да и врачи часто сдержанно относятся к возобновлению сексуальной активности после инфаркта миокарда длительное время. Хотя вот исследование показывает, что возобновление в течение первых месяцев улучшает выживаемость. Я уж не говорю о повышении качества жизни, там настроении. То есть не надо без нужды ограничивать, если он может подняться там на второй этаж, в принципе все, он уже может как бы и заниматься любимым делом. Что касается выбора ингибиторов ангетинзина-превращающегося, или блокадов рецепторов ангетинзина-2, хотя последние сейчас намного шире используются, потому что врачи любят их, кашля нету и все. Но тем не менее следует отметить, что в целом-то во многих ситуациях ингибиторы ангетинзина-превращающегося фермента имеют более надежную доказательную базу и более того превосходят блокады рецепторов ангетинзина-2. Речь идет о сердцудистых заболеваниях, о сердечной недостаточности, о заболеваниях почек в частности и так далее. И в данном случае тоже после инфаркта миокарда использование улучшило прогноз по сравнению с блокадами рецепторов ангетинзина-2. Поэтому нужно стараться назначить эти препараты, например, лизинаприл в частности. И если только у нас появляется побочный эффект, то только тогда переходить на, например, вальсартан. Бета-блокатор эффективности их, тем не менее, остается особенно у пациентов со сниженной фракцией выброса левого желудочка. И, безусловно, нам нужно стремиться к более высоким дозам. Это не значит, что сразу нужны большие дозы. Тетровать их надо, безусловно. Но даже если доза достигает 20-50%, это уже достаточно для того, чтобы улучшить прогноз пациента. Об этих препаратах мы с вами говорили. Ингибиторы натрия-глюкозного транспортера-2. И они сейчас широко используются. И при сердечной недостаточности, и даже при использовании после инфаркта миокарда они могут улучшить показатели функции левого желудка. А вот, например, сравнивали с акубидрил вальсартан с рамеприлом после инфаркта миокарда. Тут большой разницы по влиянию на фракцию выброса, на объем левого предсердения выявлен не был. Что касается коморбидности. Ну, диабет, понятно, там риски высокие. Нужно более активное, агрессивное лечение, безусловно. И здесь, конечно, мы часто встречаемся со сложностями, потому что не всегда совпадает представление о ведении диабета у кардиологов, которые знают об особенностях коронарной болезни, и у эндокринологов, которые не всегда учитывают особенности коронарной болезни. Что касается парадокса ожирения, мы с вами говорили, вот он здесь тоже подтверждается, что в течение даже 20 лет частота средств из-за заболеваний и годовая смертность были ниже среди пациентов с избыточной массой тела и ожирением. Выживаемость была лучше. Парадокс курения тоже мы с вами обсуждали уже, то есть в острый период продолжение курения, как это ни странно, улучшает прогноз. Ну, вот в частности, описывался феномен, что повышается активность клапидогрела при курении. Если мы проводим активную антиагрегантную терапию или антикоагулянтную терапию, да, и видим где-то кровотечение, это не значит, что вот это обязательно препарат вызвал эту проблему. То есть, если он закровил, значит, где-то есть слабое звено, да, повреждение органа, либо повреждение сосуда есть. И следует, в первую очередь, внимательно понять, а нет ли там другой проблемы, в частности, рака. Эту ситуацию мы с вами обсуждали уже при введении антикоагулянта. Если где-то закровило, то надо посмотреть, нет ли там рака. И здесь та же самая ситуация. Вакцинация против гриппа имеет положительный эффект, особенно у пациентов. В данном случае без подъема сегмента СТ. Часто встречается повреждение миокарда, связанное с гриппом. И это имеет неблагоприятный прогноз. То есть, если мы у пациента с гриппом будем брать трапонины, то мы нередко увидим там повреждение миокарда. И, конечно, сердечная недостаточность часто вследствие коронарной болезни. Ввиду того, что мы стали более эффективно лечить это заболевание, соответственно, пациенты стали чаще умирать от несердечно-сосудистых причин. На правом графике, я хочу обратить внимание, с годами возрастает доля внезапной сердечной смерти. И вот по 2018 году, хотя там пациентов поменьше было, она почти превышала 60%. То есть, нужно понимать, что пациенты с сердечной недостаточью, скорее всего, умрут внезапно. И, соответственно, стратегия лечения должна быть на это направлена. А не только на борьбу-то с отеками, с одышкой и так далее. Безусловно, поскольку сердечный недостаточь даже очень тяжелая, может быть, нормальная фракция выброса, то, конечно, возрастает ценность натриоуретических пептидов. Причем здесь вы видите, что у пациентов с более низкой фракцией выброса в целом концентрация мозговых натриоуретических пептидов выше, чем у пациентов с пониженной или сохраненной фракцией выброса. И здесь я бы хотел обратить внимание на этот экспресс-тест, который разработала российская компания Биотест. Она в свое время делала, вот помните, тест с белком связанной жирной кислоты для диагностики острого инфаркта миокарда и легочной эмболии и так далее. Они сейчас подготовили тест, который позволяет по интенсивности окрашивания примерно определить уровень натриоуретического пептида. И вот планируется, что Сергей Петрович Герасимов созванивался как раз накануне со мной. Они хотели бы предложить попробовать этот тест, посмотреть его возможности. Я надеюсь, что в ближайшее время получу этот тест для апробации, посмотрим. А так, конечно, в реальной жизни он очень-очень может пригодиться в амбулаторной практике, в поликлиническом звене для быстрой ориентировки ситуации у пациента с неясной одышкой. Что касается лечения, вот схема, которую мы уже обсуждали с вами, с пониженной или сохраненной фракцией выброса. Тактика лечения немножко отличается от тактики лечения. Середочная ситуация со сниженной фракцией выброса. Там на первом месте как раз вот эти ингибиторы натрия-глюкозного транспортера 2. Когда мы выбираем тактику лечения, мы понимаем, что у врачей и у пациентов цели лечения могут существенно различаться. Ну вот попробовали сравнить. И выяснилось, что первая позиция у всех одинакова. Что и врачи направляют лечение на продолжение жизни, и пациент считает, что нужно в первую очередь увеличить продолжение жизни. А вот дальше существуют различия. Если врач считает, что нужно съездить число госпитализации, то пациент считает, что ему бы хотелось нормально жить и улучшить качество жизни. Качество жизни у врача стоит в более низком приоритете. И когда пациент приходит ко мне на консультацию, один из первых вопросов, конечно, заключается в следующем. С какой целью пришли вы на прием, что вы хотите получить от данной консультации. Конечно, очень важен мониторинг, показать эхокардиографию. Здесь вот один из моих пациентов, который появился в поле зрения в 2021 году. Видите, там фракция выброса была достаточно низкая, она вот до 27% падала. Потом на фоне проводимой терапии выписывался с такой фракцией выброса. Из стационара постепенно-постепенно вот удалось ситуацию выправить. Видите, да, что растет фракция выброса, снижается диастолический размер и заметно уменьшается левое предсердие. На него я хотел бы обратить внимание, это очень хороший индикатор состояния функции левого желудочка. Предсердие быстро реагирует, гораздо быстрее, чем размер левого желудочка. И поэтому я часто использую его как индикатор эффективности лечения. И вот эта динамика позволяет оценивать прогноз. То есть, если у нас заметное улучшение функции, уменьшение размеров, то, конечно, прогноз улучшается. И, соответственно, пациент информируется об этом. И тактика лечения, и какие-то дела, связанные с жизнью пациента, можно более точно прогнозировать. Здесь еще раз подчеркивается эффективность ингибиторов натрия глюкозного транспортера 2, независимо от того, какая есть сердечная недостаточность. И, по всей видимости, эти препараты обладают каким-то другим эффектом на сердечно-суидистые заболевания. Ну, вот в данном случае, да, поглифлозин увеличил период без сердечно-суидистых заболеваний на 2-2,5 года. У пациентов сердечная недостаточность. Их можно использовать для лечения при застое, то есть с отеками выраженными, там, с легочным застоем и так далее. А вот интересное исследование. Пациенты после уже в декомпенсации выписались. И на чем вести? Ну, понятно, что мы в основном ведем натаросимиде, потому что он и длительный эффект у него, и более мягкий, и реже вызывает гипокаремию. Но всегда возникал вопрос, а вот если вести по старинке фуросимидом, прогноз-то будет хуже или нет? Нет, кстати говоря, смертность и госпитализация примерно будут сопоставимы. Это не значит, что нужно вести фуросимидом, но, тем не менее, это еще раз подчеркивает, что сами по себе диуретики на прогноз существенно не влияют, то есть на выживаемость, по крайней мере. И это тоже мы обсуждали, что внутривенное ведение раз в сутки ацетозоламиды 500 мг, оно улучшает прогноз при остросеречной недостаточности. Остается неясный вопрос, а можно ли в таблетках? Ну, вот у нас по 250 же мг. Ну, понятно, что всасывание будет хуже заметно, поэтому сейчас, конечно, хотелось бы увидеть исследование, а если, допустим, дать 750 или 1000 мг внутрь, это будет так же эффективно, как внутривенное ведение или нет? Но пока ответа нет. Рассмотреть в плане применения этого препарата в реальной практике, почему бы нет? Особенно у пациентов, у которых эффективность лечения не столь высока. Коморбидность выраженная, понятно, что там требуется учет ее и ведение. Это очень сложно и непросто. Если мы говорим о ситуации, когда сердечно сопровождается почная дисфункция, это такие пациенты часто встречаются, то эмпоглифлозин был эффективен вне зависимости от того, какой там градации почной дисфункции имело место. И, конечно, лечение пациентов с хронической болезнью почек встречает сложности, потому что пациенты, опасаясь, реже назначают доказательную терапию. Даже там, где вроде бы они могут спокойно ее назначить. Все равно вот это внутреннее опасение, стараются не давать пермлоктон или преренон, допустим, в частности. Реже назначается ингибитор ангетезин, превращающий ферменты. А вот на это я бы хотел обратить внимание. Нередко мы видим пациента с речной недостаточностью, которые вроде все лечим. Аферон слабость остается, утомляемость остается, ходит плохо, одышка остается, даже без отека. А что делать? Им уже хочется жить лучше, да? Еще раз обращаю внимание, что одним из важных механизмов такого плохого состояния может быть просто дефицит железа. И поэтому надо брать железо, трансферин, смотреть запасы и так далее, и при необходимости корректировать. А здесь вот мой опыт использования дронов. Я много лет увлекаюсь фотографией. Ну вот сын подарил мне дрон маленький такой. Я попробовал в восточных Саянах. Это белый Иркут, он вот так изгибается, там каньон такой узкий достаточно. И вот запустил его на 500 метров, это вид с 500 метров. А это я его уже ловлю, он как бы опустился, да? Его надо схватить и резко перевернуть. Пропеллеры отключаются. Пока навык еще не очень наработан, поэтому я такой напряженный весь. А это вот поднялся он тоже на 500 метров. Здесь вы видите восточные Саяны. Там вдали Мункус Орды, справа белый Иркут, слева ледяной ручей. Там перепад, по-моему, около 600 метров. Вот последние, кстати, мы забирались на него. Ну вот такие, видите, потрясающие пейзажи, с которыми можно снять дроном. А вот здесь, в восточных Саянах, мы поднимаемся на гору Обзорное и вот по пути видим белых куропаток, которые позволили нам подойти достаточно близко. Это я снимаю куропаток, а Наташа меня снимает. Ну вот здесь слева самка, справа самец, видите, он с такими яркими красными бровями. Коллеги, коротко информация, которую я хотел с вами поделиться. Спасибо вам большое и переходим дальше к работе.